Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами поговорим о фарме на К-91. Это премиумная машинка 9 уровня, ну и очень часто задают вопросы, а как фармит та или иная машина. На этот вопрос в письменной форме ответить очень сложно. Дело в том, что каждый по-своему играет, у каждого своя скилловость. Кому-то подходят тяжелые танки, кому-то нет, кому-то нравятся ЛТшки, другие на них вообще играть не могут. Кому-то не нравится стоять на ПТшках в кустах, а кто-то кайф ловит от того, что не уезжает с респа и просто отбрасывает по засветам своих союзников. Короче говоря, сколько игроков, столько рук разных. Ну и соответственно нет точного ответа, как хорошо или плохо фармит машина. Я попытаюсь вам показать, как фармит К-91 в моих руках, в руках среднестатистического игрока. С процентом побед от 50 до 55 процентов, плюс-минус у меня моя статистика танцует. Я этого не стесняюсь, каждый по-своему играет. Есть скилловые игроки, которые проживают свою жизнь тупо играя в танки с утра до вечера. Понятное дело, что их скилловость, она зашкаливает. Кто-то берет машинки буквально там на полчаса, час в день, сугубо для того, чтобы пофаниться, поиграть и вообще не следить за своей статистикой. Опять-таки, сколько игроков, столько подходов к игре. И вот, ребят, на вопрос, как фармит та или иная машина, я думаю, что проще всего ответить путем того, чтобы отыграть три катки на машине. Разбить полученное серебро на эти три катки. И, соответственно, получить среднее количество урона, которое, ой, простите, среднее количество серебра, простите, заговариваюсь, за бой. Таким образом, вы будете понимать, глядя на то, как играется машина конкретно, допустим, в моих руках, насколько хорошо либо плохо машина будет играться в ваших руках. Ну и, соответственно, сколько вы сможете получать серебра, играя на конкретном аппарате. Сейчас, в принципе, этими займемся. В первую каточку уже запрыгнули. Ребят, кому интересно, обзорчик на К-91 я уже делал. Данный обзор у меня есть на канале. Я обязательно добавлю обзор в конце видео в виде ссылочки. Будет подсказка всплывающая. Соответственно, переходите, смотрите, кому интересно, обзор на данную машину, ну и, соответственно, чем она мне нравится, либо не нравится. Так, ну, по счету, вроде бы, потихоньку ведем, но, согласитесь, это еще не финал. Все может еще обернуться абсолютно по-другому. Так, нет пока у меня желания гоняться за Эмилем. Сейчас подсветит немножечко. Тогда уже и полетаем. Так, углов склонения не хватает, чтобы с ним здесь сейчас бодаться. Наверное, имеет смысл перезарядить абсолютно полностью барабан. А вот не перезарядил бы, сейчас бы Эмиля добрал. Да. Жаль, жаль, жаль. Жаль, жаль, жаль. Type 68. Пытаюсь встретить его каким-то таким образом. Наверное, делаю я сейчас глупость, ребят. Тем, что перекатываюсь. Думаю, как сейчас в борта меня явно бить начнут. А мне этого очень сильно не хочется. Поэтому сейчас... Перекатимся немножко. Ну. Так, 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 так. Так, хелп. Хелп, это, конечно, хорошо. Хорошо. Хотелось бы еще видеть врагов. Минус раз. Оп. А вот и сушечка. Шершин сейчас явно где-то будет заходить с кормы. Противы... Противы. Противы. Продолжение следует... Продержись, браток. Чуть-чуть продержись. Есть. Так, осталась ПТ-шка. Осталась ПТ-шка. Поехали, посмотрим, как выглядит СУ-101 вблизи. Брат решил, я так понимаю... Боже мой, вот это не фарт. Да, сейчас я, конечно, очень хорошо слил, блин, один шот. Мог сейчас СУ-шку добрать. Соответственно, больше серебрухи бы получил по результатам боя. Как оно так прилетело, блин, в холмик, вообще не понимаю. Ну ладно, ребят. Ну вот, как есть, так есть. Че уж там горевать. Смотрим на результаты боя. Смотрим, что у нас получилось. У нас получилось 3580 единиц урона, 3 фрага и знак классности второй степени. И за это все. Нам, без учета премиум аккаунта, дали 42 косаря серебра. Не густо. Не густо, абсолютно не густо. Может, получилось бы больше, если бы несколько шотов более точных было. Но как получилось, так получилось. Едем дальше. Сейчас заходим мы против десяток. Есть Маус. И, честно говоря, Эмильчик меня, ну, так, немножечко смущает. Все-таки у него барабан с дозарядкой, у меня нет. Смотрим, кто куда. Что-то мне подсказывает, что Маус и Эмиль явно поедут туда, к мельнице. По крайней мере, я надеюсь на то, что они это сделают, потому что, по моему коварному плану, попытаться заехать к ним в тыл. Так, Хори и Маус там. И Хори, и Маус не сильно подвижные ребята. СТ-шки, ЛТ-шки на своем фланге. Блин, поторопился я, конечно. А здесь вообще как-то нефартово не смог добрать. Отходим. Эмиль за мной начал отходиться потихоньку. Так, пока перезаряжаемся. Надо перескакивать и попытаться помочь здесь. Ну, точность не подведи. Слава тебе. Точность К-91. Блин, разбирают, разбирают, разбирают. Да ну как же ж так, что я постоянно, блин, кому-то что-то оставляю на потом? Ну вот почему. Терпеть не могу такие ситуации, когда ты, блин, вроде бы имел все шансы сейчас с одного шота кого-то вынести, а у него какая-то... Крапуха остается. Так, ну здесь пожадничал. Да! Вот жадность, 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 блин! Ну жадность же. Ну мог подождать, его бы вынесли. Я бы живой остался и ремкаться не пришлось бы потом за бабло. Ааа! Ладненько. Победа есть победа, в любом случае. Теперь смотрим на результаты, что К-91 нам дал за этот бой. Еще одна победа. И по результатам боя, с учетом 1700 нанесенного урона, как бы вообще практически ни о чем, согласитесь. У нас получилось по серебру, без учета премиум аккаунта, 24400. Я напишу 25, потому что в предыдущей катке отнял там какую-то мелочевку. Ну и сейчас тоже в следующей катке буду округлять к меньшему значению, а не к большему. Поехали в третью каточку. Посмотрим, что получится по результатам третьей катки. Опять играем против десяток. Играем против, ну я бы сказал, что нормальных танчиков по пробитию. К-91 не славится какой-то там имбовой броней. Броня какая-то есть, но в принципе это вам не маус. Особо не потанкуешь. Так, кто куда? Кто куда? Кто куда? Да, какой-то такой немножко странный разъезд. Играем против, ну я бы сказал. Играем против, ну я бы сказал. Так, в бочинку прилетело. Думал, что козырно по-бразильски проскочу, а не вышло. Броня не побита. Стоим, ждем-с. Яга Е100, бронированная зараза. Неприятный товарищ, чтоб с ним бодаться. Броня не пробита. Так, ладно, надо отваливать. Крикашет. А-а-а. Так, не сильно хорошо развиваются события. Зажали. Сейчас будут окружать. Есть пробитие. Пробитие. Гусеницы повреждены. Шанс отрыва увеличен. Заводчик контужен. Раба увеличивается. Танк уничтожен. Да. Ну, вот такая вот она получилась третья каточка. Чего получилось, того получилось. Сейчас досмотрим бой. Ну и, соответственно, посмотрим на честные результаты по фарму данной машины. С учетом того, как отыгрались бои. Итак, друзья, бой закончился поражением. 1700 нанесенного урона. Как сложилось, так сложилось. Я ничего не вырезаю, ничего не склеиваю. 2000 нанесенного урона. 375, как я говорил, считать не буду. Третье место в команде по урону. Итого получаем мы с вами, с учетом того, что получили за этот бой, всего лишь 69 тысяч фарма. Я считаю, что это не очень круто. Иногда он, конечно, отыгрывает получше. Но, ребят, рассчитывать на то, что вы будете прям в каждом бою, ну, нагибать. Нет, не рассчитывайте. Особенно, если вы будете играть плюс-минус так, как играю я. Если вы, безусловно, какой-нибудь более подкованный игрок, играете лучше. Но у меня к вам первая просьба. Если вы лучше играете, чем я, то, по крайней мере, попытайтесь не бросаться фекалиями в комментариях к данному видео. Я показываю машины такими, какими они есть в моих руках. Какими они являются в ваших руках, это ваши руки. Поэтому, ну, попытайтесь быть толерантными. В моих же руках получается 23 тысячи среднего фарма на данной машине за вот такие никакущие бои. Если вам будет получаться играть лучше, соответственно, будете получать лучше. В целом, фармить на данной машине, я бы сказал, больше приятно, чем неприятно. Мне очень нравится данный аппарат, он довольно прикольный. Обзор на танчик вот здесь вот по ссылочке в плейлисте моего канала есть. Зайдите, посмотрите. Ну, а я вам буду безумно благодарен за подписочку на мой канал. Я буду показывать исключительно честные обзоры на технику и на товары в магазине руками среднестатистического танкиста. Если вы за честные обзоры, вот здесь в правом нижнем углу, желтый шильдик, в один клик становитесь постоянным зрителем моего канала. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.